Всем привет, с вами Токи, это первый полноценный ролик по МТА провинции в двадцать четвертом году. Не хочу жаловаться, но делать этот видос для меня было пыткой, поскольку после нового года я хорошенько так заболел, из-за чего вы и слышите сейчас этот хриплый голос. Так что надеюсь, это не вызовет у вас резкого отвращения во время просмотра и вы таки досмотрите ролик до конца. Ведь сегодня мы с вами проверим, как же играется провинция в двадцать четвертом году. Да, если что, я напомню, играть я буду на четвертом сервере МТА провинции, так что обязательно заходи на проект и начинай новый год на одном из семи провинциальных серверов. Ну а также по мелочи не забудь про лайк и подписку и мы погнали. Значит так, на календаре и на часах у нас 19.35, 10 числа 1 января. Чё, блять? На календаре у нас 10 января 24 года, считаю зимние празднички у нас прошли. Всё, дорогуша, домой. Блять, как его брать? Всё, в общем, Merry Christmas закончился, поэтому думаю, надо посмотреть, что у нас тут в двадцать четвертом году нового. Так, ну в целом уже то, что отличается от двадцать третьего года, в двадцать третьем году я хотя бы не болел. Ладно, двадцать четвертый год начинается всё-таки с хороших вестей. Дошли известия, что данный автомобиль будут перерабатывать, прикиньте себе. Да, конечно, не будут его обновлять, как-то кардинально, но точно знаю, что заднюю часть автомобиля будут дорабатывать. И вот эти фары, наверное, скоро станут лучше. Как говорится, наконец-то, ибо снег на этой машине даже спустя два или три года не пофиксили. И он до сих пор падает на крышу с такими вот рейлингами, может быть, в процессе видео вы это заметите. Вообще, онлайн у нас сейчас 566 человек, достаточно неплохо. Учитывая то, что зимние праздники вроде как закончились, и чуваки постепенно входят в рабочий режим, да, на учёбу и тому подобное. Вроде как всё даже довольно-таки неплохо. Вот, смотрите, разборки какие-то. Нифига, посмотри, какая бэха антуражная, да. Вся-ся такая побитая некруха. И расходы, ребята, кидают. Фарт у тебя по жизни, ещё и хорошие слова друг к другу подкинули. Нормально. Фура пролетает. Нормальные такие движения у нас получаются. Ну, кстати говоря, помню я последний видос, который записывал по провинции, был в таком же плюс-минус онлайне. А? Да, хочу закончить мысль, которую не успел договорить, о том, что при таком же онлайне, когда я снимал свой последний видеоролик на канале про русский дрист, у меня всё жутко лагало. Все вокруг жутко телепортировались. И сейчас этого всего нет, прикиньте. То ли хост поменяли, потому что я помню, там что-то об этом говорили. Ну, короче, ладно, забудьте. У меня ещё голос сорвётся на... Давайте проверим, завезли ли новую Гранту в 24-м году в наши автосалоны. Быть может, новогоднее чудо случилось, нет? Я, если быть откровенным, не следил за новостями всё это время, потому что немножко не до этого было. Но сейчас надо вновь переходить на... Смотрите, полюбуйтесь. Ну, в целом, плюс-минус, люди останавливаются даже на светофорах. Некоторые пролетают их очень даже неплохо. Короче говоря, провинции в своей красе, как обычно, две хорошие моменты. Нар*** ты гудишь, долбан. На самом деле, мне даже немножко стыдно за то, что вам придётся смотреть ролик, в котором у меня голос, как у осипшей чайки какой-то будет на протяжении всего ролика. Я за это извиняюсь, пацаны. Пацаны, не извиняюсь. Кстати, да, у нас тут есть зимняя дерев... Блин, ты куда, дружок? Оу, оу, оу. Да, на самом деле, ещё раз возвращаясь к модели приоры, хотелось бы добавить, что дофиг с ним, с обновлением модели. Она, по правде говоря, меня всё время устраивала. Однако вот этот снег, который падает с багом на крышу, ну, он, конечно, ни в какие ворота не лезет. Это, кстати, вам не кажется, что он маленький какая-то? Или я в натуре от провинции отвыкли? Что? Но она как будто малюсенькая совсем. Там скопление игроков где-то, ребят, посмотрите за холмом. Еб... Вы чё, гномы? Вы где? А, это пацаны из бункера, поняли, походу. А чё, в этой деревне вообще ещё живой кто-то? И вообще есть смысл собирать вот эти мандарины, нет? Или судя по тому, что здесь ни единой души уже всё закончилось? Слушайте, на самом деле, вот эта вот зимняя деревня как никогда лучше описывает вообще всю атмосферу после новогоднюю, когда праздничная атмосфера вроде как всё ещё витает в воздухе, но сам праздник по факту уже прошёл. Остались лишь декорации и ни единой души вокруг. Все либо работают, наверное, уже, либо учатся. Дрифтит ли приора в 24-м году? Как минимум на настройках БССБ, да. Я довольно-таки неплохо могу... Переклад... Ох, блядь. Довольно-таки неплохо мог в 23-м году раздавать лево-право. Сейчас надо, наверное, заново привыкать. А то чё-то на отходах как-то не сразу всё получается. Вот здесь вот, пацаны, у нас коробка. Собираемся. Скорлупа, все возраста, как говорится. Ребят, завтра всех жду. Уважительные причины для того, чтобы не явиться на сборы, сами знаете. Можете в комментариях об этом написать. О, вон она девочка, смотрите. Отвечая на вопрос актуальный. Можно ли кадрить девочек в 24-м году на приоре? Да, можно. Итак, можно ли приобрести обновлённую гранту в 24-м году в МТА провинции? Нет. Кстати, в 24-м году на провинции обновили некоторые анимации. Допустим, есть вот такие вот, какие-то смешные. Поддерживать. Но это такое ощущение, будто, если честно, у меня лихорадка какая-то случилась. Или меня шокером бьют, и я весь такой... Но это вам, подписчики. Вот, пожалуйста, ОРВ передал. О, он одёт морозник. Кстати, я хочу селить зимнюю шапку. Можно ли носить зимние шапки в МТА провинции в 24-м году? И сейчас мы это выясним. О, можно ли участвовать в РП в 24-м году в МТА провинции? Сейчас проверим. Нету РП, пацаны! Можно ли проехать на зелёный светофор боком в МТА провинции в 24-м году? Ответ. Да, можно. Ой-ой-ой, можно ли почти цепануть столб в 24-м году в МТА провинции? Ответ. Да, можно, ребят. Никаких границ для вас не существует. Ваши границы у вас в голове. Я Мерседес-дерьмо. Привет. Б**ть. А, к**ть, всё. Попадала вам. Можно ли попасть на бабки в МТА провинции в 24-м году? Сегодня день особенный. Нельзя сегодня расходовать. Как 8-м день? Сейчас, погоди. Посмотрю. Среда сегодня. Ну и сколько же вы денег хотите? 1500 рублей. О-о-о. Ну вы тут дали больше. Ну ничего страшного. И 2000 намутили, пацаны. Можно ли жёстко подняться на автоподставах в МТА провинции в 24-м году? Чёрт побери. Да, можно, чуваки. Границы только у вас в голове. И у меня в голосе, судя по всему. Потому что если я буду говорить громко, у меня нахуй голоса не станет. О, я смотри, что увидел. Что у вас, пацаны, куда? О, прыгай. Я как раз хотел поработать. Что сзади едет страшное с поднятым капотом. А, это мусора. А, это даже так ездят мусора в 24-м году. Пацан выгуливает свой чайзер, посмотри. Просто его за ручку ведёт. Это чё такое? А, всё понял. Тормози. О, прикинь, заводится. Ух ты, ни... Я себе въеб... Как пролетела. Немножко, дай денег за расход. Давайте на жёлтый проедем. Ебать. Пока там тормозит. Чуть ли не ногой, наверное. Давай, давай, давай. Проедем, 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 проедем. Можно ли делать красивые моменты в МТА провинции в 24-м году? Да, можно. Итак, парни. Хотел я, значит, в начале видео проверить, можно ли работать в МТА провинции в 24-м году. Но я вам могу показать. Вот, работа есть. Как бы кнопка зелёная тоже есть. Нажимать на неё не хочу, потому что тогда у меня устроится машина в работу. Полина выйдет из машины. И тогда вы меня лишите моей судьбы. Извините, пацаны, конечно, но я не готов этим рисковать. У нас сегодня красиво, правда? Ну что, ребят, оказывается, провинция в 2024-м году всё ещё играбельная. И в ней по-прежнему есть все те приколы, за которые лично я её полюбил. Поэтому надеюсь, что в этом году приколов станет только больше. Классных обновлений тоже. И кто знает, может и новую карту мы с вами увидим. Короче говоря, на этом у меня всё. Спасибо за твой лайк, а также за подписку на канал. Ну а с вами был Доки. Всем поки. Субтитры сделал DimaTorzok